Олег Игоревич, давайте начнем С приятной новостью о том, что вы были практически единственным экспертом, который предсказал победу Трампа еще задолго-задолго до того, как эта победа просто где-то там даже маячила. Вот вдруг почему вы так подумали? Ну потому что в Соединенных Штатах Америки тоже очень разные силы. То есть есть вот эта сила, которая сгруппировалась вокруг руководства демократической партии, это же фактически все лузеры собрались туда. Это так называемые люди, которые в своей жизни ничего никогда не зарабатывали сами. Это не продуценты добавленной стоимости, это не продуценты денег, это пожиратели денег, которые все время ходят и просят дай, 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 дай миллиончик, дай два, дай Трамп, дай это, дай то. То есть это те, которые постоянно просят. Они не принадлежат к среднему классу. Кстати, за годы правления Обамы, Демпартии, национальный долг Соединенных Штатов Америки вырос с 8 триллионов долларов. За 8 лет до 20 триллионов долларов. Представляете? То есть фактически Обама вместе с Клинтоном и другими, там с этими Керри и другими, он превратил с Байденом страну в государство банкрот. У них сегодня государственный, национальный долг США превзошел валовый внутренний продукт. Валовый внутренний продукт где-то 18 триллионов, триллионов, да? А долг 20 триллионов в конце года будет. То есть поэтому никакого экономического чуда нет в Америке. Далее. Ведь на чем зиждется? Ну есть доктрина, да? Вот ее как бы матерью на сегодняшний день этой доктрины является та же Клинтон. Реддом, кажется, она была в девичестве, да? Так вот, она же написала свою бакалаврскую работу, которую очень трудно, я уже говорил, посмотреть. Она лежит почти там за закрытыми дверями, чуть ли не в сейфе в ее университете. Надо только в читальном зале смотреть, не имеете права ее выносить, снимать и так далее, фотографировать. Где она описала жизненный путь и кредо жизненные все установки так называемого Саула Алимского, который разработал модель, она как бы выразилась в 13 правилах для радикалов. И вот Обама это один продукт из этого Алимского Саула, где описано, как уничтожать средний класс. Вот за годы правления Обамы средний класс в Америке уменьшился с 40% до 32 на минуточку. А вот эти вот так называемые потребители велфера, которые жрут все время, ничего не делают, да, только там наркоту продают, танцуют эти африканские танцы, блин, там черные, гомосексуалисты, другие всякие меньшинства и так далее, они наоборот до 40% выросли. То есть практически в США тяжело больное государство, социально больное, финансо-экономически больное. Поэтому как бы Трамп это последняя надежда белых для того и здоровых этих сил таких, которые создавали США, да, его же создала белая раса, его создали христиане, они создали это США. Ну там еще масоны поработали чуть-чуть, там тралевали и все остальное. Вот там бастонское чаепитие, ложа святого Андрея первозванного и так далее. Но тем не менее, надо говорить, что вот закваска-то была одна, а потом вдруг появились вот эти вот в ложке меда, появилось очень много, в бочке меда очень много ложек дегтя там и прочей всякой дряни. И вот практически Трамп как бы стал тем, который, то есть голосовали не так за него, как против тех, которые при власти. И Трамп постоянно подчеркнул, я же делаю революцию, он говорил, это революция. И вот его поддержали сейчас, скажем, альтернативные правые, которые говорят, да здравствуй Трамп. Они хаяют Трамп, Трамп говорит, я их не знаю типа, но они говорят, мы дети солнца, мы белая раса, мы поддерживаем Трампа, Трамп наш президент. Куклус-клан поддерживает Трампа, Трамп наш президент, ассоциация держателей оружия поддерживает Трампа, это несколько, то есть все наиболее здоровые силы, вот, белой расы, производители. Смотрите, сейчас у них произошло необычайное экономическое событие на Нью-Йоркской фондовой бирже, индекс поднялся до 19 тысяч пунктов, такого вообще никогда не было. То есть силы бизнеса, они чрезвычайно рады приходу Трампа, доллар укрепляется. То, что он заявил, что они выходят с этого так называемого Тихоокеанского партнерства, где 12 стран, это все капиталом Америки приветствуется, средним классом. А потому что практически, что такое Тихоокеанское партнерство? Это когда разные так называемые китайские предприниматели и прочие, используя дешевую рабочую силу, забрасывают Соединенные Штаты Америки всякой очень такой дешевой продукцией и по сути гробят их экономику, уничтожают их продуктивное производство. Поэтому и ничего сделать нельзя, потому что типа это страны, которые входят вот в эту свободную таможенную зону, где практически нет никаких ограничений. И Трамп, используя то, что данный договор не был, Нобама его подписал, но он не был ратифицирован, он говорит, все, мы его подписывать не будем, мы его аннулируем. И конечно, американский бизнес и средний капитал американский, национальная буржуазия, они ему аплодируют, потому что это очень правильное решение. То есть потом, скажем, Трамп сейчас говорит, ну вот мы будем развивать нефтяную отрасль, газовую, угольную и так далее. Но естественно, это тоже много рабочих мест. Плохо ли это, хорошо, трудно сказать, но то, что фактически он таким образом ломает хребет арабскому миру, вот этой Саудовской Аравии, естественно, африканский, то есть где нефть добывается, Саудовская Аравия, Кувейт, да, потом, скажем, объединенные Арабские Эмираты, Оман, Нигерия. То есть это все Ливия, Ирак, то есть, ну эти как-то еще выстоят, но надприбыли они уже не будут иметь. Ну скажем, когда стала развиваться вот эта ультрарадикальная исламская цивилизация? Именно когда появилось очень много денег у Саудовской Аравии и ближайших ее партнеров, правильно? И вот кто финансирует ИГЕ? Ну конечно, Саудовская Аравия финансирует. И естественно, что кто от этого сейчас страдает? Тоже Россия. Вот как бы США Трампа и путинская Россия, они на этом сходятся, потому что они заинтересованы вместе грохнуть Саудовскую Аравию. А могут они это сделать? Ну теперь, конечно, могут, потому что в Йемене есть хуситы, которые с удовольствием пойдут на Саудовско-Аравийские города. А в Лугандонии есть, так сказать, где-то 10 тысяч боевиков с России прибывших, местных немножко, которых можно хорошо использовать как ядро армии хуситов, которая двинется по территории Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Объединенных Эмиратов, кстати. То есть фактически готовятся новые главы истории мира. И это абсолютно новое, это то, что мы даже с вами не предполагаем. Уходит старая плеяда вот этих так называемых мультикультуральных вождей. Обама, Клинтон, хотя Клинтон, сейчас мы видим, собрала, вот досчитывают голоса уже на 2 миллиона больше. Пришло вот этих всяких там небелых и прочих меньшинств, которые проголосовали. То есть они уже чувствовали, что придет такой, который заберет от них корыто, хавку, шару заберет. Понимаешь? Вот придется работать, придется напрягаться, придется уже танцевать не будешь целыми днями, не будешь там дурью маяться. То есть надо что-то будет работать. И они пришли, но они то пришли, но проблема оказалась, что другие штаты, где средний белый класс преобладал, и другие здоровые силы, они принесли, там где больше округов, они принесли Трампу победу. Хотя сейчас тоже там серьезный процесс начался, тот же Сорос финансирует и черные бантеры, их бывшие, и организации Мартина Лютера Кинга, черных, и Анжелы Дэвис, и всех прочих, 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 на то, что они должны оказывать вот это демократическое сопротивление. Создался уже целый фонд, он будет финансироваться. Началось выступление за проверку нескольких штатов, где было электронное голосование, что там была фальсификация. То есть у Трампа тоже не такая простая будет сейчас ситуация, и как бы поэтому он очень спешит, он очень спешит расширить свое пространство, успеть, потому что у него мало времени. Успеет, не успеет, мы не знаем. Но у меня есть такой прогноз тоже, что фактически может начаться сепарация в США, то есть черные к черным, белые к белым. Мексика, это латиносы, они пойдут кто куда, как говорится, кому куда ближе. То есть там тоже могут происходить очень серьезные события. То есть не так все просто. Вот начинается огромная революция в Соединенных Штатах. И какая она будет, чем она закончится, что нас ждет, когда вот огромное пространство американское двух континентов начинает взрываться, вот Калифорния начинает процесс выхода из Соединенных Штатов. То есть это серьезные начинаются какие-то процессы, которые даже... Но она еще не начинает пока. Начала. Они уже собирают голоса. Они уже собрали, они уже подали даже на это суд, чтобы начать процедуру сбора голосов официально и так далее. То есть процесс уже начался. И это как бы только первые цветочки. То есть там тоже начинается вот эта гибридная война, гибридная состоя... Ну хаос. Я когда вот слышу, что некоторые говорят, ну вот будет централизм, будет вот какое-то установление там какой-то иерархической власти, там про Пиночета, про других, там Чендухвана говорят, Пак Джунхи в Южной Корее, там еще каких-то называют. Где-где установление такой власти? В Штатах или в Украине? Ну в Штатах и в Украине, и в России, и Беларусь, и Казахстан вот хотят... Это так аж прослезился Назарбаев, что хотят столицу его именем назвать. Вот. А я думаю, это утопия. Это как бы люди мышлят прошлым. Это самая большая ошибка в стратегическом управлении. Вот я преподаю стратегическое управление. Суть его, я уже говорил, это ты должен уявить майбутнє. И сценарий в майбутньому. И взяти найгірший сценарий, и використати его для того, чтобы он не сбывался. И використати для себя, сформуливати найкращий сценарий повинен бути. А коли ты відрізаєш найгірший сценарий, зрозуміло, тоді збільшуються шанси того, як буде відбуватись найкраще. Вот как Гонтарева наша, да, Лера Облигаця. Она, смотри, было 21% российских банков. Она 85% украинских банков уничтожила. Все их имущество забрала. Говорит, вот надо раздавать народу это имущество и деньги. А теперь у нас стало уже 41% российских банков. То есть она украинские банки уничтожила. А в результате российских стало 41%. И она говорит, все, кто меня критикуют, это государственные преступники. Их надо посадить в тюрьму. Потому что я священная Лера Облигация, корова, которую нельзя критиковать. Ты понимаешь? А сколько корова дает молока? Говорит, не выдаешь за день. Встанет рука. И Порошенко ее вечером, она к нему приходит, и он ее, видно, доит, доит. У нее уже вымя такое, что уже некуда его поставить. Это образное мнение. Да, это образы. Но чтобы народ больше понимал это, понимаешь, народ должен знать, кто его главный враг. Кто сделал 300% девальвацию. Вот есть у нее фамилия. Это Гонтарева. Она должна за это отвечать? Конечно, назови мне хоть одну страну, где национальную валюту в течение буквально нескольких месяцев обесценили на 240%. Ну, назови, может, Венгрия, может, Словакия, может, Чехия, может, три страны Балтии. Да, они же наоборот над своей валютой аж трусятся. А тут пришел Кубев. Два, эта самая сладкая парочка. И Гонтарева, подружка этого. Ну, она же вообще по металлоконструкциям, инженеры. Это все равно, я думаю, даже если бы меня поставили главным режиссером это самое, в балетный театр наш, оперный, или даже в Москве, так я бы лучше поставил бы там этот, блин, «Лебединое озеро», «Танец маленьких лебедей». Представляешь? Белая, нет, черная лебедь там, бля, Гонтарева. Это же вообще был бы полный атас. Вот. То есть, ребята, вы что делаете? Инженера по металлоконструкциям вы ставите главой Национального банка Украины. Но так же нельзя. Или комсомольского работника Кубева, который все завалил, когда он там частными банками командовал. Можно же поднять его, так сказать, портфолио, что он наделал. Вы его ставите главой Национального банка, потому что он очень нравится там кому-то, Яценюку, Турчинову, еще кому-то. То есть, а кто за базар ответит? А теперь он первый вице-премьер. Чтобы щуку наказать, пустили щуку в реку, да? То есть, нельзя так делать. Нельзя. А раз так происходит, значит, что? Раз звезды зажигаются, как тот говорил, значит, это же кому-то выгодно. Кому выгодно? Порошенко. То есть, это выгодно миллиардерам. Поэтому это выгодно прошлым. Правильно? В том интервью, которое тогда у нас было с вами, где я сказал, что Клинтон может вообще и не дожить до выборов. Ну, дожила, слава богу, дай бог ей здоровья, как говорится. Но президентом она уже не будет. Но может быть и столкновение в США. Я также говорил про Оланда и товарищ Меркель. Ну, напомните нам. Потому что многие эксперты говорят, что с победой Трампа позиция Меркель в мире усилится. И она фактически остается единственным таким лидером мировым, который продвигает вот такие демократические моральные ценности. Многие об этом заговорили. Ну, смотрите, Оланда уже нет. Как это нет? Ну, как это нет? Ну, осталось ему там, кто-то говорил, нам бы день простоять, до ночи продержаться, блин. Ну, надо уже сухари сушить. Уже или Ле Пен будет, или пусть молятся, чтобы Фион пришел. Потому что Ле Пен его, конечно, найдет, как Сталин Троцкого. Под любой кроватью, даже где-то там в Мексике или экваториальной Африке. То есть, Олан конченый человек. Он уже как политик. Но, может, и хуже. Потому что он же принудил, что сделает Ле Пен. Ле Пен взяла кредит у российских банков для политической своей партии, национального фронта. Представляете? Я думаю, вообще, это классная идея. То есть, в принципе, вот наша национальная консервативная партия. Ну, мне уже, конечно, найти бы хорошего лидера, потому что я сам уже не могу и не хочу этим заниматься. Но, в принципе, идея классная. То есть, надо кого-то найти. Кто даст твоей политической партии, чтобы не пролететь с этими L-декларациями, или тумбочку, или сейф, где наличка лежит, да? Или взять так, как она взяла кредит. Так, взять миллионов, пятьсот. Отдавать чем, Олег Игоревич? Отдавать нечем. От чего? Смотри, Порошенко я отдам, Лера я отдам, потом этим самым мадам, вот этот есть у них, Ложкин есть, потом этот Наша Ряба есть. Ты что, так чуть-чуть пощипать, и так можно нормально отдать, только к власти пришел. То есть, берешь кредит, пятьсот миллионов, они не много берут, не под большой процент дают, где-то даже, ну, под пять процентов. Парахуав, сколько у кого в тумбочке, угрой с мадам лежит, еще там кто сколько взял, да? И потом приходишь к власти, конечно, если тебе кредит дали пятьсот миллионов, то ты еще сможешь, скажешь, у меня же пятьсот есть, ребята, давайте еще скинемся. То есть, где-то два-три миллиарда, спокойно можно денег на революцию набрать, да? Вот. И даже, как Ленин, не надо в этом самом опломбированном вагоне приезжать, и не надо бульдозер брать, или там броневик, как этот брал товарищ Порошенко. Помнишь, как он на этом, подогнали ему бульдозер, только кто, Левочкин, кто подогнал? Ох, крамольные вещи, вы говорите, Олег Ленин. То есть, понимаешь, вот получая задачу, только, и тогда можно победить. И вот если сейчас Ле Пен во Франции победит, то есть, если Фион не сможет ее остановить, а это может случиться, потому что она очень большие шансы имеет, у нее большой отрыв. То есть, во второй тур она точно выходит. А там вот, ну кто? Ну, социалистов точно не будет. Вот если этот может, вот он ее может остановить. Причем там же тоже человек очень непростой, вот этот Фион идет, который победил сейчас Саркози, и Саркози сказал, что он его поддержит. Немцы так, ох, подняли его насмех, что он якобы брошюру выпустил, где Германия поделена типа на две части, ФРГ и ГДР. Вот говорят, мол, географии знают, истории, а они же просто глупенькие. Вот я почему думаю, что Меркель тоже проиграет, понимаешь? Немцы стали очень, они зажрались, им слишком хорошо. Когда хорошо, начинает желудок работать, нету притока в мозг. Мозг начинает атрофироваться, все силы идут на поедание и переваривание еды, на челюсти и на желудок, а потом в толстую кишку. Вот немцы, у них начался этот процесс, у Меркель он уже идет, она думает, что она непревзойденная звезда, как Брежнев говорил, я стар, я супер стар, да, вот и так далее, я очень стар. Вот Меркель, она уже тоже изжила себя, то есть она уже проиграла и как там, переднюю помиранию, и Берлин нижний, поэтому она уже, она уже проиграла эту самую Баварию. То есть вы думаете, что канцлером она не станет? Я думаю, не станет. Как только Францию проиграет и там победят националисты, Австрия, еще Австрия, будут в Австрии сейчас выборы. В декабре месяце, скорее всего, Хофер победит, это партия радикальная, правая партия, это свободы, они выступают тоже очень жестко, и они тоже ориентированы, им Путин тоже нравится, они против этих санкций, они говорят, что мы должны с этими санкциями быть, вплоть до того, что они будут проводить референдум про выход с Европейского Союза, понимаешь, Австрия выступает категорически против политической централизации Европейского Союза. Смотри, Шульц заявил, что уходит, да, то есть все, Европейский парламент уже обезглавлен. Ну, кого-нибудь новенького найдут, не страшно, кандидатур, да, конечно, очень, в револьвере патронов очень много, поэтому, это не проблема, какой, куда попадет. А Туск заявил, что уходит. Вот это вообще поразительное событие, то есть Туск уходит, все. А почему Туск уходит? Потому что он с Трампом поговорил. Почему? Про Украину, про Порошенко, понимаешь? И поэтому уходит. Он понял, что нечего ловить, что надо быстрее бежать, понимаешь? То есть, когда крысы очень чувствительные животные, они очень хорошо чувствуют, что пошла вода. Ну за что Туск-то обидели? Крыса вот обозвали. Я не обозвал. Я говорю, крысы чувствительные животные. Есть люди, которые тоже очень чувствительны. Они имеют хорошую чуйку, пора сваливать. Помнишь, говорит этот, как говорил, как это, там это, похитили мальчика одного. Вот. И они не знали уже, что с ним делать, с этим ребенком. Вот. Он на Трампа очень похож был. Вот. А они приходят к его отцу, говорят, слушай, а он говорит, ой, спасибо, что вы его забрали у меня. Уже не было сил. Они говорят, слушай, вот тебе деньги, все, мы тебе его отдаем. Марк Твень, кажется, этот рассказ написал, да? Говорит, только уже, уже сил. Он говорит, ну я уже, говорит, старый, но, говорит, минут 15 могу подержать. Говорит, а они тебе говорят, нам хватит до канадской границы добежать. То есть, Туск, Шульц, они уже поняли, надо сваливать и как можно быстрее. Уже ловить нечего. Понимаешь? То есть, декорации, мультикуртуризма, вот этих вот, сексуальных меньшинств, вот этих всех перемешки, этого черного, белого, красного, зеленого, желтого, вот это все рушится. И что, время новых границ? Время нового порядка, нового хаоса. Книгу читать надо, блин, вот тут же все написано, называется народный капитализм. Видишь, не читают, надо, чтобы все читали. Это должна быть сейчас настольная книга всех, они не верят мне. Только зря. Так там написано, хаос, это тенденция, которая захватывает все мировое пространство. А пятому, шестому технологическому укладу не надо заводы, конвейеры, машины, все остальное. Человек сидит себе дома, на компьютере, создает какую-то новую программу, новый продукт и запускает его, запускает. То есть, все, что было, все ломается, все изменяется, Люда. Хаос, он все время меняется, он имеет мейнстримы, он имеет потоки. Поэтому люди-диктаторы сейчас никому не нужны. Потому что, что может сделать диктатор? Нужны люди, которые постоянно, как бы, они все время, как есть такая классная книга, называется, там описана такая порода людей, тлейлаксов называется. Они меняют все время свое лицо, понимаешь? Они как бы все время меняют, Дюна называется, есть сериал, такая целая серия книг, Дюна. Вот там описано одно из таких явлений, как эти люди, которые меняют все время свое обличье. Они все время меняют, они могут исчезать. Вот эти процессы происходят. Ну, Трамп такой же, Путин такой же, да? То есть, более того, меняется цивилизация, пространство на цивилизацию времени. То есть, есть время и пространство. Так вот, примитивные цивилизации, это больше надо земли было иметь, больше рудных ископаемых, нефти, газа, да? Ресурса надо было больше иметь. То есть, это цивилизация и пространство. А когда стало пространство, что? Сокращаться с помощью самолетов, с помощью железной дороги, автомобиля, инфраструктуры и так далее. А сейчас оно вообще сжалось благодаря интернету, правильно? Благодаря глобальным деньгам. Деньги-то глобальные сегодня. А тут какая-то Шура Мура сидит и говорит, всем рассчитывается в гривни. Наличной гривни нельзя ходить, будет безналичная. Сегодня безналичная 1 доллар 27 гривен. А как только вы на банки положите, я Приватбанк национализирую, будет 1 доллар 50 гривен. А они скажут, так мы же так не договаривались, Лера. Она говорит, ну вы, может, и не договаривались, а я с Порошенко так договорилась. А когда? Да на медне вечером, когда он меня доил. Вот. Понимаешь, то есть, вот мозгов у людей нет. Меня спрашивают, я говорю, ребята, надо эвальвацию гривни делать. Зачем увеличивать минимальную зарплату до 3200? Давайте лучше вернем гривню, когда она была 1 доллар 8 гривен. Тогда зарплата увеличится сразу на 300 процентов. Ну, 8 на 3, 24, в 3 раза на 300 процентов. Мне говорят, как это вы сделаете? Я говорю, да тут проще пареной репы делать. Надо просто деньги не тратить больше, чем ты их имеешь. Сделаем модель валютного комитета. Привяжем гривню к СДР или к доллару, или к золоту. И нормально будет. Будет сколько у тебя золота, столько у тебя гривни в обороте. Так было, так мы делали. Модель это была Латвии репша сделал. Таким путем шел, когда Бальцерович был в зените славы, когда он был главой Национального банка Польши, когда он укрепил злоты, один доллар был, три злоты. То есть, это не проблема. Болгария таким путем пошла, Латвия, Литва потом этим пошла, валютным комитетом. Это можно сделать на сегодняшний день? Давайте разрешим параллельное хождение сегодня доллара и евро, и фунта. Да какая разница? Пусть все ходит. Но не может же быть так, что сейчас, смотри, гривня упадает быстрее, чем российский рубль. Ты представляешь? А разве быстрее? Конечно, ну потому что, я сейчас вот к вам шел в обменке, даже в этом, возле вас тут, прямо на Подоле, я не пойму, где товарищ Каханевский со своим батальоном. Прямо отделение российского Сбербанка. В чем дело? Такое здоровое на углу стоит на этой улице нашей. Улица, как ваша называется, где вы находитесь? Петра Сагайдачного. Сагайдачного. Представляешь? А прямо возле фуникулера, блин, отделение российского Сбербанка на улице Петра Сагайдачного. Да это же вообще, я не могу понять, куда наши украинские националисты смотрят. Это не призывник чуму. Это не призывник чуму. Или еще куда-то. То есть, как может быть странный банк, странный агрессор на улице Петра Сагайдачного? То есть, это просто ненормально. Там написано, один, значит, что там получается? То есть, две с половиной гривни, считай, что это фактически... Не, одна гривня, два с половиной рубля. А было же время, когда одна гривня, было четыре российских рубля. А потом стало три. Было 33. А теперь уже два с половиной. Так что, скоро будет одна гривня, один рубль российский? Так если это происходит, это как надо назвать? Это называется вредительство. Это значит, шпионы. Путина находятся во главе Национального банка. Значит, надо зачистку сделать Национального банка немедленно, потому что там российская шпионка во главе стоит. То есть, ну, это же невозможно, чтобы уничтожалась национальная валюта. Потом говорят, мы подняли эту цену на российский газ, да, то есть, сколько там, 245 долларов, тысяча кубов. Ну, это же вообще, газ падает, а цена на него в Украине растет. Как это может быть? То есть, Игройсман говорит, это я первый такой умный, который я сделал. Я ему говорю, так ты Ламброза, читай, там как раз есть там очень чувак похожий на физиономию, на тебя. И прочитай, что он делал, этот человечек, который, Ламброза, который его, так сказать, индифицировал. То есть, страна, которая является импортером, энергоносителей и других ископаемых, не имеет, людо, права обесценивать и удешевлять свою национальную валюту. Не имеет. Потому что этой стране, ее людям надо газ, надо нефть, надо другое. А у нас глобальная экономика, глобальный закон стоимости. Поэтому все исчисляется в чем? Вот вы мне дали кофе, да, оно в чем исчисляется? В чем исчисляется в долларах? Правильно? Ну, заводится, завозится, конечно. В долларах, Поэтому она в гривне никогда дешевле доллара стоит что? Ну, не будет. Не будет. Ну, это понятно. Бензин не будет. Так, если все привязано к доллару и к евро, и к фунту, и к швейцарскому франку, зачем вы нам сунете гривню? Ситуация такая экономическая ответит вам. Какая? А что у них в тумбочках столько денег лежит? Почему у них хорошая ситуация? Порошенко на какое место вышел по Форбсу в 15-м году? На второе? То есть, он даже в десятку несколько лет назад не ходил. Говорит, его видно даже не было еще в 13-м году. Он вообще был там под андеграундом. Его вообще западло считали. А сегодня он уже второе место в Форбсе. А ты какое место занимаешь? Никакое. Никакое. И я никакое, блин. Так это же несправедливо. А мы же за справедливость. Правильно? Мы же должны быть справедливыми. У нас по Конституции. Открываем Конституцию, читаем. Президент Украины. Он кем является этот президент? Слугой народа. Ну, там не совсем слуга. Там написано, что он гарант додержания Конституции Украины. Вот заметь, не изменение Конституции, не просто гарант, да? Вы кто? Гарант. А что вы гарантируете? Все. Что вы можете по делу Щукина показать? Все, говорит. Когда его к стенке поставили, с ним еще в горячую батарею можно очень поговорить с Порошенко. То есть ты же гарант додержания Конституции. А в Конституции пятая статья. А в Конституции статьи все же прямого действия. Там как написано? Источником власти и суверенитета в Украине является народ. Здесь нею владу без посреднего. Понимаешь? Без посреднего. Напрямую здесь нею владу. Без всяких вот этих завихрений. Статья 140-ая, 141-ая, 142-ая, 143-я. Там четко написано, что все богатства принадлежат народу и громадам. Вот. Значит, что получается? Президент должен следить, чтобы дотримовалась Конституция. Конституция сегодня нарушена, потому что власти богатства украдены были у нас с вами граждан Украины. Через ваучеры, через прочую мучу, через арендные договоры землю народа украли. Все нас украли. Смотри, Порошенко, откуда вообще он взял эти шоколадные фабрики? Он же их украл. Ну почему же украл, Олег Игоревич? А где он их взял? А что у тебя нет шоколадной фабрики? Потому что я не такая предприимчивая. Ты просто, значит, честная. Вот у меня нету фабрики, значит, мы честные. И у других нету фабрик. То есть, нас обокрали. А если вот у человека что-то украли, нет уж давности, правильно? Если украли. Вот у меня в прошлом году влез этот бандюк какой-то ко мне в дом и украл моей жены умершей, которой я подарил там золотые украшения. Вот. А теперь он подает касацию в апелляционный суд, что ему много дали. Так, как этот говорил, помнишь, это Папанов говорит, говорит, украл, значит, сиди в тюрьме. А говорит, или не воруй. А разворуешь, значит, будь готовься, это же под сигнализацией дом и так далее. То есть, если кто украл, то он не этот, преступления срока давности не имеет. Так и у нас, у народа. Фабрики украли, украли. Порошенко эту самую Ленинскую кузницу украл, вместе с целым островом украл. Этот Пинчук украл, Кучма украл, Ахметов украл, все остальные. Они все украли, они таким образом ограбили народ, они нарушили Конституцию. Значит, они должны за это что? Отвечать. Надо национальное богатство вернуть гражданам Украины. Облэнерго надо вернуть. Надо, да, это будет правильно, потому что это было все монополии. Недра надо вернуть, надо гоки вернуть, железную руду вернуть, надо вернуть этот самый редкоземельный материал, леса надо вернуть, берега рек надо вернуть, потому что это все наше, народное, это громадам принадлежит. Таким образом, Порошенко нам это вернет, значит Порошенко должен уйти в отставку. Почему? Потому что он проиграл, он не выполнил, он президент-узурпатор или нет? Ну что он узурпировал, Олег? Власть. Ну почему, вы считаете, что он узурпировал? Ну вот смотри, вот был четвертый Майдан, не третий, а четвертый, потому что первый же Майдан надо Дания, вот позовите, он же лежал на первом, первая же революция на асфальте была, какая разница, то тоже же был Майдан. Против кого? Против коммунистической кагибистской номенклатуры, правильно? И они тогда добились отставки, если не ошибаюсь, Фокина. Они добились, вот был первый Майдан. И про это надо, это была революция первая. Вторая революция была с этим Джелером тогда неудачная, когда он узурпировал власть, и то все ему операции там по омоложению делали, он сказал, что это там типа от яда. Вот, Пчелинова, у него с лицом такое стало. Третья революция это против банды Януковича Азарова, Донбасского бароната, так? И сейчас мы подходим к четвертой революции. Почему? Потому что не устранено главное, клановая олигархическая система стала еще более жесткой. Она превратилась окончательно при Порошенко, построена уже в полном объеме государства стационарного бандита. Это же не я придумал. Это что? Опять? Почему опять? Снова? Да, эта песня хороша, начинаем ее снова. Олег Игоревич, все говорят, нет никаких предпосылок народного протеста, тем более четвертого Майдана. А так уже жрать нечего. Ну, пусть вдыхают тогда, если им нравится. Предпосылок нет, только жрать нечего. А когда жрать нечего, есть оружие, привыкнут люди добывать пищу. Пищу надо добывать. Поэтому Майдан будет происходить в форме добычи пищи. выйдут на Майдан и пойдут искать тумбочки, где лежат деньги в С.Л. Декларации. Теперь все знают, где деньги лежат. То есть я иду к Гройсману и говорю, Гройсман, давай поделимся. Зачем тебе столько в тумбочке денег? Дай мне часть. Порошенко, зачем тебе столько денег? Ты ж не успеешь. Все равно ж кладбищем все закончится. Порошенко. Олег Игоревич, ну что же вот так? еще дай бог, чтобы в крематории не спалили, а чтобы кусок земли нашли, чтобы где похоронить. То есть нет, ну это жизнь такая, это же реальность. Я им говорю, почему вы всем Верховным Советом президентской администрации не ходите на кладбище? Идите экскурсию на кладбище и смотрите, кто где лежит и от чего умер. Они же тоже думали, что они все время жить будут. А сейчас только плиты. Еще хорошо, если памятник стоит, как у Плюща или у Щербицка. У других и памятников нет. Олег Григорьевич, а можно в более оптимистичной теме, все-таки важная тема, сейчас очень многие беспокоят, это тарифы. Вот тут мнения разделились. Есть мнение там новых реформаторских сил, вы на меня очень внимательно смотрите, мнение новых реформаторских сил, что это правильное решение. Поднять тарифы. Что? Говорит, что не сдох до сих пор? Ему поднимают, поднимают, а он говорит, веревку с собой приносить с мылом или нет? На самом деле новые реформаторские силы говорят, что без этого не обойтись. Я вот получил платежку на пару тысяч гривен на Чкалова, на Гончара свою квартиру. Вот. Так я готов, точу ножи железные, помнишь, хочу тебя зарезать. И такой есть песня в этом сказке одной. Уже этот котел поставил с водой, чтобы закипало. Но все-таки, Олег Игоревич, а вот как, ну, есть же рыночные, да, цены на это все? Есть, конечно, жестокая экономическая ситуация. И тут как бы, ну, с одной стороны, вот руководители государства говорят, что надо, вот позарез надо эти тарифы повышать, а с другой стороны, люди вот, многие не в состоянии. Но тут появляется идея субсидий, которая вроде как-то вот этот, пока вот теншн, это напряжение как бы размывает немного. Вот, ну, вот просто сказать, что повышения тарифов плохо, недостаточно. Нужно, наверное, сказать, а как же тогда вот все это будет работать в рыночных условиях? Не будет. Нету рыночных условий у нас. Такие же у нас, вот сейчас Приватбанк хотят национализировать, его евробонды сегодня упали, представляешь? Упали сегодня? Ну, ну, снизились, потому что нервничают держатели евробонтов, что может Приватбанк быть национализирован. Это, в чьем больной голове родилась мысль национализировать такую махину, представляешь? То есть, вместо того, чтобы наоборот приватизировать Ощадбанк, Эксимбанк и вот этот Укргазбанк, то есть, государство не должно иметь банков. Это неправильно. Так же, как национальный банк не имеет права покупать внутренние заимствования правительства. Ну, вдумайся. Вот, перед, ну, как я скажу про эти субсидии и прочее. Смотри, сегодня правительство, то была у нас это, Чикаго, да, там она бухгалтер была, министром финансов. Ну, типа Ерейска, да, она приехала сюда, говорит, я тут пороковожу, Сорос говорит, вот я вам подготовил девочку, она моя будет тут помощница, поможет вам тут немножко, как говорится, привести тарифы в порядок вместе с субсидиями. Ну, Сороса за что, обидели Сороса ни при чем? Конечно, ни при чем, только Трамп говорит, что он его отправит, куда макар телят не пас. Надо посмотреть. Так вот, смотри, что получается. Получается следующая вещь, что как бы вот в этой системе все зависит от того, какой курс доллара будет. То есть, если бы были тарифы при курсе гривни 8, это была бы одна цена в долларах, правильно? А при курсе 27, это совершенно другая цена в гривне. Зарплаты ж не выросли до того уровня. Минималка сегодня 1500, ну пусть будет 1600, они сказали. Скоро будет 2300, ой, 3200, боже мой. 3200, Спасибо режиссеру прямого эфира, я расслабилась. Помнишь, как это хорошее, говорит, поки солнце зийде, роса очи выесть. Говорит, як бідному женитись, так и нич коротко, говорит. А битянка, цицянка, дурню радость. Вот это надо повезти каждому украинцу эти гасла. Вот утром встал, посмотрел, блин, я не дурень, где мой пистолет, черный, песня Высоцкого есть, а где мой черный пистолет. Не надо верить всяким проходимцам и клептоманам, которые при власти в Украине. Ну, Порошенко, клептоман, клептоман, а кто он? То есть, он все время думает про Рашен. Вот смотри, он говорил с прайтером, этим пранкером, который представился киргизским президентом. Представляешь? Это ж какой кайф. Он с ним 15 минут говорил, но возбудил. Президент ни при чем. Когда Порошенко, я же не говорю, что он при чем, он при другом при чем. Когда он возбудился, когда тот говорит, тут у меня товарищи есть, они вашу Липецкую фабрику купить может. У Порошенко сразу голос стал такой жизнерадостный, то был так, знаешь, а поговорить там то, сё, вы нас поддержите, мы вас поддержим. А как про Липецкую фабрику, про деньги заговорили, у него сразу тонус поднялся. Говорит, что у вас поднялась, все вместе поднялась. Так вот, то есть это же беспрецедентно, так как сейчас Порошенко говорит, что он с Трампом поговорил. Вот скажи, если бы ты шла президентом, и тебя с утра до вечера Порошенко и все его друзья поливали грязью, и говорили, никогда ты не станешь президентом, не быть тебе президентом, вообще он в охлаг какой-то, там такую дрянь у него писали, это вообще на Трампа. Монофота обвинили, а Монофот очень близкий Трампу человек. И вот эти люди стали президентом, а Монофот сегодня возглавляет сектор, что делать с Украиной и Россией. И что же они будут теперь делать? И Порошенко говорит, я с ним 15 минут говорил, это как, как с киргизским президентом ты говорил, или как? Это я сегодня эту самую там включал Киевстар, когда включаешь, а, и еще там с консульством одним говорил, они говорят, если хотите говорить на нашем языке, нажмите цифру 1, если хотите говорить на украинском языке, нажмите цифру 2, я 2 нажал, я говорю, на украинском языке, если вы по поводу там визы, там, или еще чего-то, нажмите цифру 4, а, если хотите поговорить там с послом или консулом, нажмите цифру 9, вот это ж Порошенко так говорил, и ему сказали, пожалуйста, высловите, Что вы хотите от нашего товарища президента? Может, даже Трамп с ним поздоровался на пленке. Говорит, да, я вас слушаю, дорогой товарищ Лузер. Пожалуйста, скажите пару слов, что вы думаете. И Порошенко, товарищ Трамп, и танцует летку-енку. Знаешь, 95-й квартал. Помнишь, вот это же он так с ним и говорил. И говорит, я с ним говорил 15 минут. Я ему все сказал. А что ты ему сказал? Ну все. А я говорю, так если все, так опубликуй, бляха-муха, стенограмму. Стенограмма где? Покажи стенограмму. Ты же слуга народа. Это не обязательно, Олег Николаевич. Это же не требуется. Кому? Ну все. Вам может не требуется. Я вот очень хочу посмотреть. А мне интересно. Вот смотри, Януковичу было интересно смотреть, когда Юля принимала душ в камере. Правильно? Чем закончилось это для Янукович? Явка исповинной? Вот видишь сегодня? Пресс-конференция израиля. Нет, допросом из Ростова. Допросом из Ростова. Еще ж неизвестно, чем. Может кто-то застрелит прямо во время допроса, блин, или пресс-конференции. Может он будет давать пресс-конференцию. Не, не надо такое. А кто-то с карандашом выйдет, говорит, вы найдете вам карандаш. А в карандаше это самое. Не надо, Олег Николаевич. Не надо. И стрельнут в этого Януковича. И он умрет. Тогда Порошенко станет легитимным временным президентом. Но по конституции что у нас написано? Что когда надо выборы проводить? Или если умер нынешний президент, а Янукович пока не умер. Я говорю, что вы такое говорите? Ну, правду говорите. Да, мы уже переизбрали президента. Подожди, мы же его временно переизбрали. Как это временно? Ну, я знаю, что нет ничего временного, более постоянного, чем что-либо временное. То есть Порошенко был временным президентом до марта 2015 года. До марта 2015 года Янукович должен был или умереть, или написать заяву, что он отказывается по состоянию здоровья от президентства, или же должен был произойти импичмент, или должно было быть его осуждение. Ни одной из этих причин. То есть его надо было поставить. То есть формально вы имеете в виду? Неформально, а как в Конституции написано. Да, в Конституции так написано. Вот с нас налоги как берут? Формально или неформально? Говорят, вы не заплатили налоги, заплатите мне. А я говорю, это как, формально или неформально? А я не хочу платить. Вообще, что я должен на ваши налоги платить? А они же такие дебилы, что они посоздавали эти НАСКИ, эти НАБУ и прочую борьбу с коррупцией. Что вы с ней боретесь? Я был у Кравчука, когда советником, когда его мы тогда тренировали на президента. Первое, что он вышел, он сказал, когда стал президентом, буду бороться с коррупцией и спекуляцией. Когда уходил, тоже сказал, буду бороться со спекуляцией. Потом пришел Леонид Данилович Кучма. Тоже я у него был советником, когда он был премьера. Это самые плохие годы моей жизни. Как вспомню, так вздрогну. Этот тоже пришел, говорит, буду бороться с коррупцией. Потом уходил, тоже боролся с коррупцией. Потом позвал, говорит, Олег, хватит быть в оппозиции в 98-м году, когда у него рейтинг упал до 5%. Он не мог определиться, кто будет мужем его жены Лены, или Пинчук, или еще кто-то. И тогда нас позвал, взяли с дуру, сделали его второй раз президентом на свою голову. Это была колоссальная ошибка. Надо было мочить его, сразу тогда добивать. Вот, не добили. Это неправильно было. Самая моя большая ошибка, что не добили его тогда, в 98-м году. Вот смотри, тоже боролся с коррупцией. Ющенко боролся с коррупцией. Янукович боролся с коррупцией. Коррупция уже такая выросла, что уже осталась одна коррупция. И кто с ней борется, он становится частью этой коррупции. Теперь придумали электронные декларации, и до друг друга теперь стучат. То в НАБУ, то в прокуратуру к Юрию Луценко, Луценко, это Лужниковская группировка. У него фамилия такая, Лужценко, Лужниковская группировка. То теперь стучат в НАСК, то еще куда-то. То есть, сами насоздавали органы, и теперь друг на дружку стучат. Это как при коммунизме. Так было когда. Тоже друг на дружку письма писали. Жена на мужа писала, сын на отца писал. Павлик и Морозовы твою дивизию. Помнишь был? Павлик и Морозовы. Потом взяли ему голову, отрубили. Потому что на папу настучал и на братьев. Ты понимаешь? И у нас сейчас тоже такое будет. Друг на друга стучат. Ребята, что делаете? Говорит, мало первой серии электронных деклараций. Давайте их расширим. Давайте пусть весь народ заполняет. А народ говорит, так что заполнять-то? Уже нечего заполнять. Уже все. Уже 90% бедных, то, что ты говоришь, которые не могут даже оплатить коммуналку сегодня. А тот, кто платит, тот дурак. Потому что это грабеж. Потому что это того не стоит. А за что платят? За то, что трубы идут с горячей водой, тем самым под землей. И там теряется до 50% этой энергии горячей воды. То есть за что платить-то, ребята? Или за эту воду, которую пить с-под крана нельзя? Если бы Кличко ее пил с братом, так уже были бы две асбестовые фигуры стояли бы в парке. Он же не зря поехал в отпуск лечиться. Видно, воды попил, блин. Говорит, не пей воды, козленочком станешь. Бляха-муха. А он попил киевскую воду. Ты понимаешь, какая проблема? Говорит, а вы платите. А что платить? За нефть и газ. Так а ты сам заплати с тумбочки. Чего с тумбочки не заплатишь? Деньги лежат. То есть 9 миллионов домохозяйств не могут оплатить, Люда, сегодня коммунальные услуги. Где такое в стране видано? Но субсидии это хоть какое-то решение? А что такое субсидии? Субсидию надо где-то взять. То есть если бы у нас с тобой, я говорил, станок стоял какой-то, или Трамп бы нам подарок какой-то сделал, или кто-то тумбочки отдал бы с деньгами, я не знаю. Есть кто там много денег одалживает, надо посмотреть. Есть такие люди, которые Константиновскому 5 миллионов долларов кто-то в долг дал. Вот там фамилия, я его не помню, он бывший владелец одного из банков в Украине был. Вот дайте мне тоже, дайте нам такие тумбочки, и мы будем, не надо нам тогда ваши субсидии. Чтобы взять субсидии, надо иметь деньги. Реальные деньги. Это надо сотни миллиардов гривен, чтобы дать субсидии. 9 миллионов хозяйств. Множим на 3, это 27 миллионов человек, может 30, которым надо субсидии. Притом субсидию же человеку не дают, эти деньги переводят куда? Насчет предприятия, да. А предприятие чье? Народное? Нет, не народное. Она или Григоришина, или Ахметова, или через подставных людей Порошенко, этот там у него лысый совсем есть. Понимаешь? То есть, уже даже он моложе, но у него волос даже меньше, чем у меня. Это очень сильно думает, это же волосы вылазят, если есть, думают, но если есть, чем думать. Или от сильного пищеварения тогда тоже вылазят. Последние, особенно если одна, говорит, у него была одна извилина, плавно переходящая в толстую кишку. Понимаешь? Тогда вообще тяжелая ситуация, когда дерьмо в голове вместо мозгов. Так вот, получается такой процесс у нас. Смотри, то есть денег у людей нет. Просто нет. А где их взять? Мы имеем дефицит бюджета государственного. Так? На 17-й год. То есть, уже в государственном бюджете денег тоже нет. Возникает вопрос, а где деньги взять? Лера, где деньги брать будем? Смотри, за три года вот эта компания Порошенковская, Яценюк, Порошенко, Турчинов, этот пастор, которые там компьютеры системы создают, вот они теперь у нас против прессы, против всех свободомыслящих работают. У меня опять, у меня уже вручную ломают сайты. Уже они не могут через систему этих роботов меня сломать. Так вручную ломают сайты. Чтобы вручную ломать сайты, это бляха, надо такое бабло. И надо столько компьютеров ставить, ты понимаешь? То есть, вы что делаете? Вам что делать? Тогда идти лучше наличкой мне. Это будет более дешево для них. Понимаешь? А я их все время восстанавливаю. А что ж такое делается, ребята? Хорошо. Ну, не пускайте меня на телеканалы. Ну, хорошо. 112-й уговорили. Они уже не приглашают. Ньюзванг, туда нечего ходить. Там Рабинович один вместе лежит с этим самым червонцем. Они на всем канале с Мураевым покрыли пространство телеканала. Ну, ладно. А остальные идеи? Ну, ICTV, новый канал, СТБ, это Пинчук Кучма и его Лена, дочка. Украина, это Ахметов. Интер, там тоже, как говорится, не сильно пойдешь, потому что вообще придешь, а канал сожгли. Блин, что скажи, а это надо, потом, куда бежать, диагнетушитель искать. То есть, понимаешь, некуда бедному крестьянину податься. Вот, оно, и так это как-то неловко получается, что только к тебе раз в месяц прихожу, это очень редко, понимаешь? Вот, теперь Небоженко был передо мной. И вот, таким образом, что у нас получается? У нас получается, что, как бы, денег на субсидии нету. Все сели за стол, захотели, это говорит, салфетками вытираться, а еды на всех не хватает. Уже даже в туалет нечем ходить, извини за выражение. А туалетную бумагу где брать? Тоже раньше, помнишь, как было? Может и так опять быть, что в Москву ехали, помнишь, там ходили с этими рулонами туалетной бумаги, там очередь за туалетной бумагой, там за мандаринами. У нас дефицита нет, Олег Крич, дефицита нет. Так все думали, что нет. В Венесуэле тоже так думали. Теперь вообще хлеба нету. В Колумбию за хлебом бегают. Ну хорошо, граница близко, а мы куда побежим? В Польшу, что ли? Вот был он сейчас на словацком границе. Так там вообще ж теперь не пройдешь, там и границы уже нет. А чего? А развалина все стоит, украли. Деньги, которые были на реконструкцию европейские, 7 миллионов евро украли. И только вороны там теперь. Камера стоит, и вороны там живут, блин. Это вообще... А Кройзон говорит, мы в Европу идем. И Порошенко вещает, 16 миллионов ему дали на борьбу с коррупцией за ЭЛ-декларацией. Это ж надо додуматься. Говорит, ребята, я вам даю добро на вывоз украинского леса кругляка. Это ж надо поехать в европейское заседание, говорит, я открываю ворота, вывозите. Все, что хотите, вывозите. Помнишь этот самый, Иван Васильевич меняет профессию, когда тот говорит... Кемскую волость. Кемскую волость отдают, так и Порошенко. Он говорит, я тебе как-то дам, ты шо ж земли раздаешь, тварь такая. Помнишь? Вот это точно у нас уже. Мы уже все, у нас уже по классике все идет. Все как в кино. А мы все как бы участники этого бляха, или драмы, или комедии, или оперы, или опереты. Уже трудно что сказать. Помнишь как это? Говорит, у вас все хорошо, прекрасная маркиза, да? Но сгорел, говорит, закурил Порошенко в администрации, и конюшня сгорела у Вакова в министерстве. Пришлось девочку вызывать, 24-летнюю, с огнетушителя. Ну давайте про девочек уже не будем. И тут Петренко подбежал с 23-летней, и говорит, а я взял 23-летнюю. А теперь кто? Третий возьмет, наверное, 20-летнюю, а тот возьмет с детского садика прямо. Это говорит, и первым замом... Не, лучше всего с детского садика брать. Это самый классный зам будет. Я тебе точно говорю. Вот все, там песочницу поставил, маленькую игрушки поставил. Там все, еще зам, который играет, пришел, там что-то напит... Тут надо расписаться. Товарищ Мария, тут надо расписаться. Говорит, сейчас. Говорит, положила песочницу, раз, сюда поставила. Говорит, я всю жизнь писал и иллюстрацией занималась. Как только родилась, сразу стала писать концепцию про иллюстрацию. Представляешь? В Бориславе она родилась или где там? То есть, практически мы должны говорить, что денег на субсидии нет. А знаешь, сколько они денег взяли, одолжили, эта банда, которая при власти Порошенковская? За три года. 16, 15,7 миллиарда долларов. 15,7 миллиарда долларов. А интересно, кто отдавать будет? Вот они убегут. А кто отдавать будет эти деньги? Они не убегут. Почему? На второй срок Петр Алексеевич еще собирается. Чего нет? На второй, да. На второй. Говорит, у нас столько не дают. Нет, ну есть вечное у нас тоже. Нет, есть. Я говорил, что смотри, у нас есть Змеиный остров. Там можно построить очень хорошие казематы для них. И они там пойдут и на второй срок, и на третий срок, и на четвертый. И с этих камер там сделать видеонаблюдение. И как вот Юлия Владимировна терпела, да, так они будут. Там в одной камере будет Азаров сидеть, Янукович. В Подкидного будут играть, в Дурака, например, да. Там рядом Порошенко с Бжелером будет сидеть. Кучми можно дать чуть повыше. Пинчаку под ним, чуть пониже, блин. Вот. Шейклозет, чтоб один был, на двоих, с одной трубой. То есть, понимаешь, пока мы эту дрянь не стерилизуем, мы в новую страну войти не можем. В страну среднего класса, народного капитализма войти нельзя. Потому что, вот я же говорю, ну я как-то так, там бываешь, там. Но везде основа средний класс, понимаешь? То есть, вот смотри, в 93-м году мы ездили в этот самый, в Германию. Говорили, давайте поставим эти самые, пару заводов здесь. Вольсваген там, потом еще там разные. Что сделала в Словакии? Опять заводов поставила. Вот у них они есть. Сейчас Ягуар они поставили. Все говорят, у них Детройт будет. Я говорю, какой у них Детройт? Пока у них Детройт будет, так они уже будут иметь по 40 тысяч долларов на душу населения. Детройт у них будет. 2,1 миллиарда евро инвестиций, только последняя по Ягуару, Лендроверсом будет. Представляешь? Это сколько рабочих мест? Это какая заработка? И субсидий не надо. Люда, не надо субсидий тогда. А у нас что? А у нас вообще? Ты приезжаешь на Ублю, там где пешеходный переход, словацкой границы, и видишь, стоит прямо на границе Рошен. Магазин Рошен. Но это вы придумали, Олег. Нет, я честно говорю, честно, правда, ну. Если виски сли, Рошен стоит. Слышь, мне говорят, а дорогу на Турку от Львова до Ужгорода нельзя отреконструировать, чтобы быстро на Львов ездить, там где-то 150 или сколько километров. А попробуй от Ужгорода до Едь до Львова. Это же, блин, трасса смерти. Там же проехать нельзя. Значит, Рошен можно. Я еще удивляюсь, что он, бля, в Карпатах, в Турке не поставил там этот Рошен. Вот там бы поставил бы, дорогу к нему бы заасфальтировал бы. Едет рефрижератор. Помнишь, что это, приветки Бальчишу. Привет Рошену. Вот это точно. Поставил бы, надо, я думаю, чтобы дороги у нас отремонтировать, надо через каждые 50 километров Рошен ставить. Ставишь Рошен, и нормально. Сразу один Рошен, второй Рошен, и были бы дороги выстроены, были вот такие. Мы бы опередили бы даже Германию. Куда бы Меркель приехала, Рошен, и дорога к ней четырехрядная идет. Алан приехал, Рошен, и тоже трасса идет уже прямо. Это самое Интерсити идет. В каждом Интерсити надо сделать отдел Рошена, чтобы был. И у нас тогда будет это самое, как просто шикарно, как в раю будем жить, честное слово. Будет полная Рошенизация. Полная Рошенизация будет. И скажу про деньги последнее. Смотри, одолжили 16 миллиардов. То есть мы уже в долгах, как в шелках. Еще же России 3 миллиарда должны за долг Януковича, за евробонды. А теперь представь, сейчас пришел Трамп. Минафот ему говорит, слышишь, а что мы им 3 миллиарда под наши гарантии государственные, американских налогоплательщиков дали? Ну, Обама же ты же сам сказал, что он уволен. Кто давал гарантии? Байден, Керри, Обама. А давай, блин, пусть они теперь и платят за эти кредиты 3 миллиарда. Обама скажет, не, ребята, я платить не буду. Я бедный, цветной человек. Я очень вообще без денег. У меня нету. Это все Клинтон меня подбило под это дело с Бобом вместе. Это им Пинчук 10 миллионов дал со своего фонда на эти самые, тоже с тумбочки достал, дал им на пропитание фонду Клинтон 10 миллионов долларов. А что нам с тобой не дал? Ты же мог бы дать бы, честное слово. Так вот, смотри, что получается? Получается следующее. Минафор скажет, а давай отзовем наши гарантии. Нас же будут приветствовать американцы. Конечно. Мы же на 3 миллиарда свой долг уменьшим, правда? Это классно. И взял и отозвал. И эти евробунды наши, бах, и полетели вниз. И этот не поможет Фич, который сейчас там поднимает рейтинг. Я думаю, что, наверное, Порошенко или кто-то там часть акций у Фича купили, они теперь поднимают рейтинги. И боксер, видно, поехал по этому в отпуск. Деньги отдавать им с тумбочки. Вот, Фичу. И вот что получается. Получается следующая ситуация. То есть рухнут сразу тремя. А что МВФ сказал? МВФ сказал, больше транша не даем. Ну что, они так не говорили? Как не говорили? Ну как? Они такое не говорили. Они сказали, пока не посадите ваших коррупционеров, вообще тут даже близко не подходите. Ну, вдумайся. Туск сказал, до свидания, до свидания. Помнишь, Мишка улетал? До свидания, до свидания. Шульц улетает, до свидания, до свидания. Оланд улетает. Ле-Пен приходит, Олан, до свидания. А Ле-Пен же надо деньги отрабатывать Путина. Она же у него кредит взяла, как политическая партия. А Путин скажет, слышишь, вот там в Украине сидит вот эта кукла Обамы, этот узурпатор. Он же говорил мне, я же это говорю. Правильно? Это же Путин сказал. Он говорит, слышь, подруга, что делать будем? У тебя под сколько мы кредит тебе дали? Там под пять. Давай я тебе под два сделаю. Ну, ты хочешь, субсидию дам? Вот. Там все равно надо, чтобы денег чуть-чуть освободилось. Если не будет Порошенко, деньги же освободятся. Так я лучше тебе дам. Что возьмешь? Знаешь, такое было. Говорит, ты его пойди убей, и тогда у него заберешь то, что я тебе должен. Он мне должен, ты у него возьмешь. Ну, до этого не дойдет. Почему не дойдет? А все, что я говорил, дошло. Почему не дойдет? Олег Игоревич, ну, пару. И вот смотри, тогда получается следующая ситуация. Получается так. Три миллиарда России надо отдать. МВФу мы должны семь миллиардов с копейками. Надо тоже отдать. Три миллиарда сейчас американцы отзовут. Надо будет отдавать. ОВДП, 68% всех ОВДП находится, выкуплено Национальным банком Украины. То есть это с одного кармана в другой переложили. Как только гривня начнет рушиться, сразу рушнет все ОВДП. Вот. Теперь смотри, денег от МВФ уже не придет. Выплачивать надо. А еще ж 15 миллиардов долларов висит евробондов частных инвесторов, которые нам это миленько сделала эта девочка с Чикаго, товарищ Ереська. Ну там же будем выплачивать только, если там будет хорошее ОВДП. Нет, нет, там выплачивать надо будет просто это больше. С 2018 года надо будет уже выплачивать. То просто еще есть второй платеж, если будет рост. А эти 15 надо будет с процентами, купоном надо отгасить, будет по полной программе. Это говорит еще, не знаю, народ же не думает про это, понимаешь. У нас же в Киеве 18 литров на одного человека чистого алкоголя потребляется. Не может такого быть, Олег Григорьевич. Да. 18 литров на одного человека. Ну где вы такое садистику нашли? Как где? В прессе, в масс-медиа. 18 литров. Не доработали что-то. Так продавали же водку и вино в Киеве 24 часа в сутки. В каждом киоске же стояло. Заходишь в магазин, а там уже наливают. Олег Григорьевич, уже денег нет столько пить. Почему? По вашим словам. Нет, денег нет, поэтому стали фальсификат пить. Уже 200 человек умерло от фальсификата. Люда, пить-то хочется, а пить не на что. А человек привык счастливым быть. Говорит, если не выпил, так какое ж пиво без водки. Надо, чтобы полное счастье было. А денег не хватает, значит, надо фальсификат покупать. Понимаешь? И вот что получается? Получается ситуация, когда практически страна банкрот. Полная страна банкрот. А никто ж не говорит, сколько товарищ Гонтарева гривни напечатала. Она ж тоже не признается. Какой на сегодняшний день у нас объем налички? М0 и М1. Наличка плюс безналичка на счетах в банках. М2, М3 уже не берем. И монетарную базу. Лера, признайся, сколько денег в обращении? И все ли вообще легально гривни все выпущены? Еще же тоже вопрос большой. Так вот получается следующая картина. Что гривни значительно больше, чем золото валютных запасов. И 70 миллиардов долларов, подчеркиваю, это фактически наш ВВП годовой, так, чтобы народ не расслаблялся, вот, фактически наш государственный долг под 10-12% годовой. То есть в 2017 году надо будет отдать, так где-то миллиардов по всем платежам, минимум 15 миллиардов долларов отдать. Если ВВП будет 70 миллиардов, а 15 миллиардов долларов надо уже отдать на обслуживание долга и погашения, это мы сколько получаем? 20%. То есть надо будет в год выплатить 20% ВВП. А кто его выплатит? Выплачивать нечем. Разве что все кровь будут сдавать, и на органы пойдут. Понимаешь? Часть населения пустим на органы. А что, какая разница? Олег Игоревич. Ну как, не мячи. Ну уже нечем, отдавать уже нечем, понимаешь? Но народ пьет. А когда народ пьет, при 7 литрах в год начинается уже полное разложение человека, чтобы ты знал. А при 18, это все равно нам с тобой надо, и всем товарищам, стакан водки надо выпивать каждый день. Устал, хоп, сразу стакан водки выпил, без закуски. Закусывать же нечем. Понюхал стол и пошел на работу. И уже хорошо, нормально Григорий, отлично Константин. Понимаешь? Вот и как жить? Ой, Элик Игоревич, аж слезы от смеха катятся. Да. Вот это ж поэтому единственный выход, Люда. На позитивной ноте. Хорошенко должен уйти по хорошему в отставку. Потому что, как сказал Небоженко, если соберется второй Майдан, то у половины будет оружие. У одной половины будет кусок сала лежать и кусок черного хлеба с чесноком в кармане. А у второй будут соображать на троих. У кого-то будет чекушка, а кто-то придет с гранатой, кто-то с пулеметом. И они на троих сообразят. А холодно будет. Представляешь? Как раз после Рождества надо будет как-то после Крещения похмелиться. Вот. Открыл холодильник, там пусто. Хочешь молока купить, денег нет детям. Ну разве что. Включил это радио, а там идет программа. Помнишь, Лагарф, говорили, что у вас началось поднятие экономики. Помнишь, ты говорила, как хорошо. А я говорил, подключить бы ее к холодильнику, да, чтобы продукты появились. А там Порошенко еще, например, ну еще не убежал из страны, если не убежит до Крещения. Но лучше убежать. Вот у него сейчас есть как раз рождественский пост. Вот у него с 28 ноября начинается рождественский пост. Вот как раз в это время нельзя свиней резать, надо до Рождества ждать. Знаешь, Шевченко говорил, калии, поднимается новый восход над холодным яром. Калии соберутся. А у них такие ножи хорошие. Не будет, наверное, протеста. Я же не говорю, что протест будет. Я говорю, калии соберутся. Это не протест. Тогда тоже думали, что не будет, когда они в холодном яру собрались. Вот как жахнули тогда, так мама не горюй. Вот, Шевченко читать надо. Никто ж классиков не читает, понимаешь? Так вот, там вопрос следующий. Вот у Порошенко есть немножко времени собрать манатки, собрать свою эту группу и бегом-бегом-бегом огородами. Пока мы еще, так сказать, силы есть, еще 15 минут можем выдержать. То есть мы еще рождественский пост можем подождать, пока он добежит до границы германской к Меркель. Последний вопрос, последний курс. Ну, посмотри, МВФ денег не дал. Деньги надо будет сейчас американцам отдавать, 3 миллиарда. Гарантии отзовут, я думаю. Манафорт уже стоит, вот, с группой товарищей. Так, смотри, деньги потом эти самые российские 3 миллиарда, американские 3 миллиарда. Ну, так, у нас столько не было. Поэтому курс должен упасть, например, до 50. 1 доллар 50 гривен. Лет через 5? Сейчас. Я думаю, сразу после Нового года. У Леры денег поддерживать курс нет. Она не имеет денег его поддержать. То есть, как бы, она, более того, чем слабее Порошенко, тем слабее все его окружение. Ну, смотри, самый умный Ложкин. Он даже, у него чутье развито даже лучше, чем у Шульца и Тузка. Представляешь? А почему? Потому что он Соскина читает. Где Ложкин? Нет Ложкина. Вилки есть, ножи есть, а ложки нету. А где? Ну, блин, будете без ложки есть. Вот нету ложки. Ну, поэтому супа больше есть не будете. Только второй осталось. Только Каноненко остался с ножом и вилкой на второе. Ну, он еще такой плотный мужчина. Вот еще. Кушать хочется очень, понимаешь? Был в 33-м году у нас каннибализм. Нет, Олег Игоревич, все, дальше не будем. А то совсем грустно будет. Ну, это ж правда. Я ж не говорю неправду. Это ж все было. То есть, мы говорим о чем? Что денег в стране нет. Страна обваливается по полной программе. Бюджета нет. Денег уже теперь на минимальную зарплату поднимать нет. Цены все формируются в долларе у нас. Поэтому реально надо говорить. То есть, ребята, где слабое звено, где можно? Еще раз говорю. Немедленно начинайте револьвацию гривни. Кого хотите, ставьте тот, кто сделает револьвацию. Может, Савченко, Саша. Может, Володя Лановой. Может, Тарута. Я не знаю. Но ставьте того, кто это сделает. Тот, кто реально начнет револьвировать гривню. Но тогда надо поменять все условия. Надо, ну как, помнишь, говорил один герой, анархия, мать, порядка. Да, кто же не помнит. Это правильно. Хаос, отец, порядка. Надо раскрепощаться. То есть, надо всех освободить. Не надо бороться с этой коррупцией. Мне, в конце концов, по барабану, где у него деньги лежат. Вы мои деньги не трогайте, чтобы я мог деньги заработать. Вы меня не трогайте. И все. Мне не надо ваша помощь. Я на себя сам заработаю. Но если я проработал почти 50 лет трудового стажа и еще работаю, какого хрена вы у меня 15% налога с моей пенсии берете? Ну вы же твари. Я имею право убить тварь, которая меня грабит? Нет. Почему? Ну не надо, Олег Кривич. Ну не надо, это я понимаю. Но право я такое имею. То есть, тот, кто тебя грабит, ты должна оказывать ему... Не, можно, конечно, вторую щеку подставить. Можно. Но потом подставил, а потом взял и... И на этой хорошей ночи... Олег Кривич, спасибо вам огромное за то, что многие сложные, сложные в жизни странные моменты вы умеете так подать, что становится, правда, смешно. Вот честно. Как вам это удается, не знаю. Но вспоминается, знаете, что мне сейчас? Как накануне еще даже ничего не предвещало Майдан. И я помню, как вы давали нам интервью, это уже много лет назад. И я помню, насколько вы так же искренне говорили и вот о предыдущей власти. Поэтому вот тут... Все же сбылось, правда? Ну, насчет... Да. Ну, это... Я просто хочу сказать, что тут уж не упрекнешь вас в том, что вы вот или а то, или а то. И вот как-то вот обо всех так. Спасибо вам огромное. Ну, выхода нет, Людочка. Ситуация простая. Надо называть черное черным, белое белым. Надо... Я же не говорю, что... Вот последнее скажу. Там... Помнишь, когда прикол был, когда начали петицию сделали, чтобы собирать голоса, чтобы Соскин стал главой Натбана? Да, помню. Я ради прикола говорю, давайте я стану. Потому что я создавал гривню один из тех. Не я один, там была целая группа. Но я был в Латвии у Репши, я был у Бальцировича и так далее, и так далее. Вот это все, то есть я проходил то, и преподаю то, что я знаю, и про что умею говорить. Так вот, не послушали. Но сайт тогда остановили, сломали на две недели, чтобы Соскин 25 тысяч не набрал. Почти 10 тысяч было. Ну и что, им от этого лучше стало? Нет. Понимаешь? При этом есть объективная реальность. Реальность изменить нельзя. Соскин не потому что говорит, что он хочет это. Понимаешь? Я это говорю, потому что это может сбыться. И говорю, что надо сделать, чтобы не сбылось. А ребята придерживаются такой методологии, что пока Кучма, Янукович, Ющенко, Кравчук, теперь Порошенко, пока на собственной груди самосвал не почувствуют, никому не поверят. И вот теперь самосвал, большой самосвал, он мчится на грудь Порошенко. Это больше, чем бульдозер, на котором он стоял. И этот самосвал скоро упадет вместе с теми гранитными глыбами, которые на нем лежат. Поэтому я говорю, Порошенко, не жди, пока самосвал упадет на твою грудь. Беги быстрее, чем видишь. Быстро монатки взял и убежал. Плюй уже на этот Рошен. Езжай на Липецкую фабрику к Тамбовской группировке. Там Тамбовский Волк его ждет. Там рядом эта область находится. И все тогда у тебя будет хорошо. И детки твои учатся там в этом закрытом, в этом самом, в Лондоне. Но мы же так хорошо завершали уже Олега Игоревича. Я же говорю, что надо быстрее. Спасибо. Иначе не вздохнем, Люда. Так хочется кислородом подышать еще, понимаешь? А стоит вонь Рошена. Олег Игоревич, спасибо вам огромное. Спасибо за то, что у вас с таким удивительным чувством юмора. Вот сегодня все во многом и серьезно, и, конечно, и с юмором. Рассказали о таких важных вещах. Оставайтесь с нами. Это был Крлайф ТВ. И, конечно, с нами был Олег Игоревич Солскин. Оставайтесь. Мы продолжаем прямые эфиры. Олег Игоревич, спасибо большое вам. Продолжение следует...